Шеф-повар из народа Хорошо, хорошо, хорошо Все будет хорошо Да, время прошло, но даже нюх у нас Не утерян Мы по-прежнему знаем, как зажечь страсти на кухне Это пятый сезон Самого вкусного острого и пряного шоу страны Народный повар И сегодня свои домашние кухни оставили и приехали к нам Вера Советкина с внучкой Лолитой, город Гомель Ольга Климанская с дочерью Валерией из Минска Их комментарии могут быть острыми, как ножи на кухне Но не всегда Но помните, что они всегда справедливы и по делу Наши эксперты Шеф-повар Антон Калени Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции Глава Белорусского альянса поваров Слоу Фуд Единственный шеф-повар в Беларуси и первый в СНГ Который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров Фермер Андрей Абрамов Белорусский ковбой Фермер и хозяин хутора В Браславском районе Строит деревню 21 века и производит там деревенские натуральные продукты в замкнутом цикле Первый и пока единственный в Беларуси владелец личного подсобного хозяйства Получивший сертификаты соответствия на органическую продукцию И несомненно украсит этот мужской скучный экспертный состав Писатель, продюсер, режиссер Олеся Кузнецова Олеся, доброе утро. Рада тебя очень видеть. Ты у нас впервые в гостях. Как тебе наша студия? Ой, потрясающе. Здесь столько улыбок, столько настроения. Мне уже очень нравится. И это еще мы голодны только. Ты представляешь, каким мы будем добренькими, когда вот их двоих покормят? Ты представляешь? Ну, скажи, как твое вообще утро начинается? Вот если это воскресенье, если это семейный день. С чего начинается это утро? Мое утро всегда с чашечки кофе. Так, какой кофе? Черный. Черный кофе с молоком. Черных репки с растительным молоком. Это рисовое, это миндальное, соевое. Нам не понять. Вот вы в теме, да? А не только вдвоем. Из всех коров. Из других коров. А, из других коров. Не из этих, которые. Не из наших, не из наших. Ну, мы готовы тебя повеселить, вкусно покормить. Присаживайся на свое почетное место. Олеся Кузнецова у нас в гостях. Как вам, студия? Вы же тоже у нас здесь впервые. Пятый сезон. Как вы так продержались все пять сезонов, только наконец-то отправили заявку? Как так получилось? Ну как, мы присматривались. Потом решили. А была, не была? Да, да. С каким настроением приехали к нам? Отличным, вообще. Мы уже подготовились. И морально, и физически. Вы имеете в виду вот эти три ножа, которые лежат? Это вы так хорошо подготовились? Нет, нет. Дело еще не дошло до ножей. Готовы побеждать? Конечно. Ну, смотрите, проверим ваши слова. У нас еще одно правило есть. Это какое? Для меня? Главное не победа, главное участие. Где-то я это уже слышал. Ну, пусть будет так. Аплодисменты. Аплодисменты, участникам. Добрый день вам. Здравствуйте. А я вас помню. А я тоже. Нет? А где мы с вами? Мы с вами нигде раньше не встречались? Встречались. А где? На четвертом сезоне. Точно, я же говорю. Глаза-то помнят, а? Да. Один глаз. Левый. Помнит. Как дела ваши? Как настроение? С чем пожаловали? Отлично. С угощением в первую очередь. Вот это я понимаю подход. Знаю к ведущему подход. Так. Да, вот орехами угощаю, которые у нас растут дома. Так, а что за они? Грецкие. Грецкие. А как вы кожицу снимали? Обыкновенно. Сама? Нет, они в кожице. А, нет, в смысле, а кто снимал кожу? Они же должны быть в такой еще... А они падают и трясутся сами, да? А, вот это я понимаю подход. В кашку овсяную с утра грецкий орешек, ложку ненового масла. Все, хватит. Я сейчас вам тут все равно рассказываю. Спасибо большое за подарки. Аплодисменты нашим участникам. Еще не все. Мы еще хотим... Еще не все? Еще команду хотим поддержать. Ой, молодцы какие. Чтобы у них было все хорошо и благополучно. Спасибо. Ой, 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 как мило. Вот это я понимаю подход. Ну что, через мгновение мы заглянем в наши продуктовые корзинки. Ингредиенты все на поле битвы, но прежде я напомню правила своего шоу. В кулинарном поединке сражаются две команды. Они готовят одинаковые блюда из одинаковых ингредиентов, но меню до старта шоу для них остается загадкой. На приготовление блюд ровно 45 минут. Главный критерий оценки – вкус, подача, технология приготовления. Мы определяем победителя каждого выпуска, но в следующий тур нашего шоу выйдут лишь 16 команд, набравших наибольшее количество баллов. Кто вырвется в лидеры, а кто опустится на несколько строчек ниже, мы узнаем в конце программы в нашей турнирной таблице. Ну что, эксперты, если вы готовы, расскажите, что же мы будем сегодня готовить. Отбивная из куриного филе с кунжутом. Картофельное пюре. То самое вкусное. Картофельное пюре. Можем надеяться, да. С комочками? Без. Вот я хотел с комочками. Я очень надеюсь, да. И фаршованные шампиньоны, рикоттой и шпинатом. Ага. Чуть позыцко не возьмем в рецепте. Видно, что руку приложил. Короче, шиканем сегодня. Да, шиканем. Шиканем сегодня, шиканем. Шикадам. Блюдо понятно, теперь ингредиенты. Давайте посмотрим, что мы для вас подготовили. Поехали. Шпинат. Или это не наше? Это ваше. Нет. Я лично собирал. Шпинат, шампиньоны, картофель. Или яйцо. Сыр. Твердый сыр бабушкина крынка. Масло бабушкина крынка. Еще что? Все, остается такой шпинат помыть и все. Чеснок я вижу. Так, еще что? Филе. Да, картошку почистить. Гродинский мясокомбинат. Обязательно наши друзья и партнеры. Это сыр-то самое рикотта. Кунжут. Мунжут. Ну, все на месте. Я просто еще раз пересчитал. Все ли? Ли. Ли. Вроде бы все. Не теряем время. Обратный отчет. Все вместе. Давайте я вам помогу. Давайте я вам помогу. Вот, забирайте все ваше. Все ваше. Ну что, вы опять у нас в гостях? Да. Что, так понравилось? Да. Кто понравился? Все. Ладно. Согласен. Все. Все хороши. Кто вам посоветовал такую идею, что надо вернуться? Кто решил? Я сама решила. Сами? И Лолита захотела попробовать себя, испробовать. Так, а что, есть навыки? Есть навыки? Бабушка с детства готовила. Она меня все детство учила готовить. И по сей день. Ух ты, всем бы таких бабушек. Все ее, все бы ты знала. Вот всем бы, не только кормить, а еще и научить, как приготовить это. Да, Антон? Я бабушке учился, если что. Что современные девушки могут? Ну что? Ну я не знаю. Короночка своя какая? Ну что ты моя думала? Я десерты люблю готовить. Готовить? Да. Ну вот прям топ какой десерт? Бабушка с детства учила меня готовить печенье. Я не знаю, фирменное, наверное, ее. Так. С вареньем и тестом. Я не помню, как она сделала. Песочным тестом. Которое заворачивается такое, как улиточка? Нет, нет. Оно идет вот просто на... На противне, да? На противне выкладывается песочное тесто, намазывается варенье тоже домашнее, яблочное чаще всего. И посыпается песочное тесто просто такими крошечками, крошечками и все. Хорошо, хорошо. Включение плиты. А ты уже работаешь, Лолита, кем-то, да, или как? Кондитером, может, каким? Я отучилась на мастера маникюра. Учусь на тату-мастера. Я попутно учусь в одиннадцатом классе. В одиннадцатом классе? Очень. Красиво было бы? Очень. Правила я только сегодня узнала, что поменялись правила. Ну, в принципе, наверное, так легче для конкурсантов, для нас, когда дают задание, и ты его выполняешь. Отбивная пюре – это больше бабушкиная часть, потому что это такое достаточно семейное блюдо, оно очень часто готовится дома. А шампиньоны – это что-то редкое, но готовить я научилась только недавно их. Ну, было, конечно, удивление. Небольшое. Я сначала очень так была шокирована, потому что волнительно было очень, половину не услышала. Эти блюда, конечно, знакомые. Пюре в каждом доме есть. Отбивная, как говорится, тоже. Ну, кто-то котлетку, кто-то отбивную. Я посмотрела на маму, но она, знаете, она очень любит готовить, поэтому я посмотрела, утвердилась, что все-таки, ну, она сможет его приготовить, и я смогу положиться на нее. Так, что у вас? Да, слушай, вас внимательно у нас уже на процессе. Вы только обмотали курицу и все? Это все, что вы успели? Это только начало. Скорее, вы делайте, я вас буду отвлекать, но вы все равно продолжаете делать свои дела. Так, Валерия, ты, честно скажи, решила маму отправить наконец-таки куда-нибудь? Скорее, наоборот, меня отправить, потому что я вообще никуда не хожу. А, ты никуда не ходишь? Да, мне нравится, конечно, заниматься много чем, но как-то... А мама тебя заранее предупредила, куда ты пойдешь, или с утра разбудила и сказала, что сегодня мы с тобой пойдем туда? В гости. В гости. Ну, она скорее подошла вот так вот, прямо перед фактом меня поставила. Вот, давай сходим туда. А ты как что, согласилась сразу? А что мне было еще делать? Конечно, согласилась. А мне не было выбора. А не было выбора? Зачем тебе это? Ты умеешь обращаться вот с ножом, что ли? Ну, как? Ну, расскажи. Ты умеешь готовить? Да, естественно. Ничего себе, подожди. Хорошо. Понятно. Ну, ладно, в каком ты классе тогда? Давай сойдем. В каком? В девятом. В девятом? Да. Ты уже взрослый, сейчас считаешь. В девятом классе. Хорошо. Чем увлекаешься? Хорошо рассказывай о себе. Ну, большинством спортом, скорее всего, и рисованием. Потому что я особо, конечно, не знаю, куда сейчас поступать. У меня небольшой выбор. Так мы тебе поможем. Вот будешь хорошо, хорошо будешь, вот в кулинарный колледж, Антон тебя устроит точно. Устроит, да. По блату. Было бы неплохо. По блату. Так куда хочешь-то? Есть какие варианты? Расскажи, мы тебе посоветуем. Ну, в принципе, у меня есть варианты на педагога какого-нибудь. Либо начальных классов, либо воспитателя. На педагога, так, еще. На психолога было бы неплохо, кстати. Тоже. Психолог-тиктокер, это произведение, которое? Нет. Другие? Детский психолог. Детский психолог. Да. Ну, это еще сложнее, мне кажется. Это вообще сложная профессия. Олесь, а ты, кстати, своим детям помогала с выбором профессии? Ты как-то их подталкивала куда-нибудь? Вмешивалась в их интересы? Я задавала им правильные вопросы. Я никогда не заставляла идти куда-то. Но у нас старший сын, например, побеждал в олимпиадах по физике. И мы как-то с мужем думали, что, ну, наверняка же он будет поступать на физику. Вот представьте наш шок, когда за полгода до поступления он говорит, я принял решение. Я иду поступать во ВГИК на кинопродюсера. А у нас репетиторы по математике, по физике. И нигде ничего связанного с кино. И? Ну, в этом году он закончил ВГИК по специальности кинопродюсер и вернулся к нам в Беларусь, потому что планирует жить и работать здесь. Здесь. Молодец. Поэтому мы не вмешивались, но мы поддерживали любое желание ребенка. То есть мы помогали ему попробовать себя в разных... Так кем сейчас лучше быть? Педагогом, психологом или поваром? Чем ты считаешь? А мне кажется, надо подумать, что делает тебя счастливым. Вот представить, что ты всю жизнь готовишь, делаешь людям вот эти вкусные, красивые блюда. Делает ли это тебя счастливым? Или помогаешь людям разобраться в каких-то сложностях, проблемах. Помогаешь найти решение. Что делает тебя более счастливой? Вот только ты сама сможешь ответить на этот вопрос. Мне кажется, стопроцентное попадание – это еда. Вот мне когда плохо, я поем таки сразу и хорошо, и настроение. Я вас сразу всех люблю. А дальше? А потом я проголодался и снова вас не очень-то люблю. И жду обед. И жду обед. До обеда, да. В основном мы изначально с Лерой договорились, что я даю команду, а она где-то что-то сама, где-то что-то делает. Ну, в основном мы под моим командованием, там, Лерочка, ты кастрюльку, там, картошечку, там, это все ставим. Грибочки, грибочки она мне подготовила, помыла. Главное, что она у меня под рукой как... То есть я могла чем-то помочь маме, чем-то убрать, что-то нарезать, что-то почистить. То есть сначала я начистила картошку, смотрела, пока она варится, что делала, как делала, в итоге начала как-то помогать маме. Ну, мне тут подсказывают, что вы так как бы и не с пустыми руками, не с подарком к нам приехали. Песня! Конечно, песня. Так давайте попросим нашего гостя, чтобы он спел. Давайте попросим. Песня! 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 Да! О, Гомель я люблю, Гомель я люблю. Кстати, приходите ко мне на концерт. У меня в ноябре в Минске будет сольный концерт во Дворце культуры МАЗ. Наконец-то! Я не знаю, я вот грибы априори не. Какие они на вкус должны быть, я тоже не знаю. Возможно, их нужно чуть-чуть посолить, где-то чуть понежнее, где-то чуть погрубее. Я не могу этого знать, к сожалению. Когда делаю отбивные, я не солю мясо, я солю яйцо. В яйцо добавляю немножечко чеснока. Чтобы оно для вкуса было. Ну и что есть под рукой. Или сухари, немножко сыра в сухари добавляю. Создать идеальное пространство для кулинарных шедевров легко со встраиваемой техникой «Гефест». Уникальные решения для кухни, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Эстетика, стиль, функциональность, экономия пространства, между прочим. Дайте волю своим кулинарным мечтам вместе с «Гефест». И так далее. Субтитры подогнал «Симон»! Как бы я ни пел, ни танцевал, но первые 15 минут программы истекли. Кто, кто, кто сможет сегодня удивить наших экспертов и продолжить борьбу в нашем шоу после рекламы? Субтитры подогнал «Симон» Я очень надеюсь, что вы успели отточить свои кулинарные навыки. И наверняка вам удалось попробовать хотя бы что-то, что мы готовили для вас все четыре сезона. Потому что пора записывать новые рецепты в эфире. Вновь самое горячее, ароматное кулинарное шоу «Народный повар. Пятый сезон». Ольга. Да. На самом деле вы уникальный человек, у вас пятеро детей. Валерия у вас какая? Пятая. Пятая. Да. Младшая, соответственно. Самая-самая младшая. Самая младшая. Самая младшая. Я просто хочу немножко. Они болеют сейчас за вас? Сын двойняшки. Ваня, он в армии. Контрактник. Василий, он Марина Горка. Дочка пограничница. Она в Холодске живет тоже. Родила мне двойняшек. Молодец. Поаплодируем моей многодетной маме. Сын 31. Вот дома вместе с нами живет. Ну вот дочка в школу ходит. Не знаю, в армии там, наверное, телевизоры нет. Дочка может смотрит. Оксана, привет. Вот, замечательно. Вот туда можете передать. Прекрасно. Всем детям хочу сказать. Я вас очень люблю. Хоть вы и далеко. Где-то работаете, где-то служите и тому подобное. Я вас очень люблю. Моя малашка со мной. Вот видите, наша программа сближает. Да. Сближает. Уже здорово. Но давайте наконец-таки приоткроем завесу тайны. Что вы у нас по профессии... Воспитатель детского сада. Допустим. Но сказано было неуверенно. Хорошо. Хорошо, Герман. Я вам сейчас скажу один секрет. Очень хороший. Стать поваром не мудрено, когда ты имеешь пять детей. Когда ты прибегаешь с работы, одновременно отстегиваешь сапог, а второй рукой ставишь кастрюльку. Потом кастрюльку поставила, нужно ставить сковородку. Бежишь в морозильник, размораживаешь буквально на ходу все, что через 40 минут у тебя обед, первое, второе готово. Хорошо. Это семейные навыки. Да. То есть когда дети разлетелись по городам, вы начали... Привычка началась. Я открыла бизнес. Открыла бизнес? Да. Чебуречная. Чебуречная? Ольга, Климанское счастье есть. И что, и вы решили, почему чебуреки? Потому что... Прирожденная. Прирожденная? Да, перерожденная. Душа так величина. Душа лежит туда. Да. Не к шаурме. Нет, нет. А кроме, хорошо, кроме чебуреков, что еще? Пиццы. Пиццы, хачапури, аджарские, мегрельские. Все, что связано. Сметаники, пирожки с капустой, пирожки. Выпечка. Да, выпечка. Выпечка, да. Это вы дома все делаете? Конечно. У меня есть оборудование, конвекционная печь, фитюр. В общем, если мне... Особенно люди любят, когда это все на глазах происходит. Когда... Вот, кстати, мне вот подсказали, уважаемый фермер, чебуречками занимается. Я вот хочу посоревноваться с ним на вкус. Это вызов. Я думаю, что Андрей проиграет. Однозначно. Скажите, пожалуйста, но несмотря на то, что у вас там всякие там устройства, у вас готовка, жир везде, но у вас должна быть и чистота. У вас, наверное, там соблюдается чистота. Конечно. У вас все чистенькое, постиранное. Да, конечно. А кто помогает? Кто помогает убирать там, драить? Вы знаете, есть такой неизлечимый диагноз, я сама. Но есть рецепт еще, который может выписать мужчина. Терпение, уважение, любовь. Вот ищу я такого мужчину с рецептом. У меня есть совет. Можно даже мужчину не просить и самой ничего не делать. Знаете, какой? Как? Нужно обращаться к профессионалам. Например, к партнеру нашей программы, компании Бархим. Добиться безупречной чистоты, заботой о природе – это просто. Бесфосфатным стиральным порошком пролеска с гипоаллергенной одушкой от партнера нашей программы. Порошок создан на основе натурального мыла, подойдет для людей с чувствительной кожей и склонностью к аллергии. Порошок пролеска – сочетание естественной чистоты и безопасности. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Лолита, а ты к бабушке вообще как часто приезжаешь? Или вы только решили, на что уж встретиться и все? Мы вместе живем. А, вы живете вместе? Да. Так, если это бабушка, то это наверняка что-то вкусненькое, правильно? Да. Что это обычно? Блины. Блины? С чем? Просто так? Толстые, пышные, без... Всегда по-разному, это вот как-то... Как настроение у бабушки, такие блины будут? Но чаще всего с творогом. Чаще всего сладкие, да? Да. О, а я еще люблю с икрой какой-нибудь. Вы не пробовали блины с икрой мойвы, например? Вкусно. Вкусно. Да. Это вкусно. Сливочек. Все, я о своем. Хорошо, что еще бабушка, кроме блинов, готовит? Выпечку. Пить. А вам по фигуре так не скажут, что вы едите какую-то выпечку. И блины, и пиццы. Это она молодежь, потому что, да, уже? Поэтому так, можно все, что угодно. Может, танцует? Спортом занимаюсь, в зал хожу. И танцует тоже. Хорошо, а зачем вообще внучке готовить что-то у плиты? Ну, хочется, нравится. Ну, ей нравится, она приходит ко мне и просится в помощники. Слушайте, сегодня можно в приложении в интернете заказал, тебе взяли, привезли, а это готовить надо. Домашнее всегда вкуснее. Типа начинки не пожалеешь, да? И начинки не пожалеешь, и знаешь, что добавишь. И с чего приготовлено. И как приготовлено. Но, тем не менее, пиццу никогда не заказывали? Заказывали. Бабушка заказывала пиццу? Бабушка нет, а они заказывают часто. Не часто. А, нет, ну молодожи напишите. Слила, слила. Ну, заказывай. Сейчас, бабушка не кушает. Бабушка, ну, тоже кушает. На самом деле, сегодня есть вообще абсолютно все, что угодно. Вот в магазин заходишь, вот у нас в Беларуси, в любом городе, вот глаза просто разбегаются. Изобилия. Правильно? Согласен, да. Антон, вот а ты, когда заходишь, тебе есть такое, что сложно сделать выбор? Вот 500 видов колбас. Висит просто вот полки, что-то висит нарезанное, ненарезанное. Разные варианты, но я всегда выбираю одну единственную. Это вареная копченая колбаска «Барбадос» от Гродненского мясокомбината. Знаешь, в нем, ее можно есть и утром, и днем, и вечером можно есть. Так. Она вкусная, и как просто ее чуть-чуть нарезать хлебушком, да, и как с картошкой жареной тоже ее подогреть. В общем, не холодно в виде, а в горячем, она идеально подходит. Так что рекомендую, попробуй. «Барбадос». «Барбадос». Запиши там себе. «Гродненский мясокомбинат». Записываю. Так вкусно рассказали, что уже захотелось идти пробовать. Ставим на паузу. Ставим на паузу программу. Кстати, скоро мы и пойдем пробовать. У нас будет время на это обязательно. А пока я приглашаю к нам на нашу импровизированную сцену обладательницу Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2019». Гран-при «Сан Ремо Джуниор». Стипендиатом Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежки Ксению Галецкую. «Барбадос» Откажи мне на пытанье, любый человек, обчимарыш ты, яке я бачишь сны. Ты знаешь, что в свое каханье наш сучасный век. Ты один, как вольный ветер по земли. Я спыню тебе рукою, я спяю тебе душою, Я куда у нас здесь спевали гусляры. Да кранусь до твоего сердца, и оно мне отзоветься. Только разом пожити идут цябры. Тому, что мы на этом свете Божьи, а все дети, солнца, колосы. Мы к ветке шестя на куполе, чистое святание Белой Руси. И усты моих зданий облёсов, воды белых розов, наши голосы. А у них гуча, святло и шелдрость Белой Руси. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нас одно с тобой, одна-е-е-е-е, Честь теня души. Мы под крылами, анёла на зажты. Водор бежа, как оханья, ляк рениц воды. И маду лиц бел, от вечно молоды. И он от самого сердца, пусть поминут разольется. Проспевая я святошные звоны. Наши пешие створеньи, наши лепшие я им гнени. Мы с тобою заховываем проскоты. К тому, что мы на пятом свете, Боже, я все дети, солнца, колосы. Мы к ветке счастья на куполе, Чистое святание, белая Руси. И усты моих зданий, бёса, Воды белых носа, наши голосы. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. К тому, что мы на пятом свете, Боже, я все дети, солнца, колосы. Мы к ветке счастья на куполе, Чистое святание, белая Руси. И усты моих зданий, бёса, Воды белых носа, наши голосы. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. А у них будет счастье, тло и шедрость, Белая Руси. Вдохновение. Одним движением руки переключаем мелодию и радуем тех, кто рядом. Гефест. Вдохновение. Дело техники. Если вам не хватает в жизни остроты, просто добавьте черного, нет, красного перца. Или приходите к нам. Мы еще принимаем заявки на пятый сезон и выбираем лучших из лучших. Пишите на электронный адрес поварсобакаонт.by. Не бойтесь конкуренции, не бойтесь Антона, не бойтесь меня. У вас есть прекрасный шанс оказаться на моей кухне. На шоу «Народный повар». Олеся. Может быть, наши кулинарные сегодняшние истории тебя вдохновят на какой-нибудь кулинарный роман? Ну, на самом деле, у меня уже есть в третьем романе, который называется «Свет за горами» героиня, у которой хобби готовить. Она потрясающе разбирается во всех этих секретах кулинарных. И рядом с ней есть герой, у которого из кулинарных навыков гречка и открывать консервы. А про образ этого же дамы это... Ну, наверное, меня вдохновила программа «Народный повар». Первый сезон. Первый сезон. Что я пришла на пятый, уже с новым романом. И, кстати, книга прямо сейчас выходит в белорусском издательстве «Звезда». И совсем скоро мы будем ее презентовать нашим читателям. Ну, у вас в семье у всех же активный образ жизни. Да, очень. Где-то что-то, гастроли, там еще съемки. Я так понимаю, что постоянно готовить нет надобности дома? Ну, наверное, нет надобности, но есть большое желание. Поэтому, если вдруг в семье... А вы знаете, наверное, у всех. Ты. Давай на ты. Хорошо, Герман. Наверное, у всех. У нас в семье даже дети готовят. Я даже помню... Ну, сейчас они уже выросли, но на самом деле, когда среднему сыну Миши было, наверное, лет семь, он уже мог нажарить блинов на всю семью и испечь кекс. Он до сих пор хорошо готовит. У меня отец очень хорошо готовит. И сыновья даже любят съездить к дедушке на мастер-класс по поводу плова или домашней колбасы. А твой мужчина что любит, когда ты ему готовишь? Он любит все. Ну, например. Он, в принципе, любит, когда я готовлю. Ну, по нему не видно вообще. Понимаешь, это человек, который вообще... Во! Мы, когда только начали встречаться, мы пошли с ним в кафе. И вот мы стоим, и он говорит, так, две или три. Две или три. Мы подходим, и он говорит, нет, все-таки три. Мне три порции пельменей на одну тарелку. Зависает так немножко девушка. Я думаю, о чем же она думает? И тут она говорит, есть у меня такая тарелка. Есть у меня тарелка. И нам приносит. Ну, мы не знали, какие порции в этом кафе. Не, ну, пельмени это классно. Жареные особенно. Я люблю пельмени. Да, вот муж тоже очень любит пельмени. Да, пельмени. Особенно свои домашние еще приготовить. Давай о профессиональном. Да. Вот буквально пару лет назад. Ты человек, который много работал за кулисами. Да. Серый кардинал. Продюсер, режиссер. И тут ты выдаешь в печать везде. Не только здесь в стране. Свою собственную книгу. Роман. Как там, где? Когда трещит лед. Когда трещит лед. Вот, все верно. Причем книга уже получила не одну награду. Правильно? И это что, только начало. Правильно я говорю? Правильно. У тебя есть еще вариант трилогии, насколько мне известно. У меня три книги уже написаны. Уже написаны. Трилогия готова и уже издана. Прямо сейчас вот вышел. Кстати, первый роман, когда трещит лед. Он получает новую жизнь. Он прямо сейчас вышел в России в Эксмо. Он пошел уже на российский рынок. Год назад весь тираж в Беларуси закончился. В этом году я получила национальную литературную премию в Беларуси за этот роман. Помню, это поздравляем еще раз. Да, и это на самом деле потрясающе осознавать, что твоя книга нужна людям, что ее читают. Вот ты спросил, с чего я начинаю утро. На самом деле я не только с кофе. А вот видишь, ты соврала. Я так и знал, что глазки бебели. Ну, кофе-то присутствовал. Хорошо. Я начинаю с кофе, а также с просмотра тех сообщений, которые мне прилетают из разных городов. Люди не просто читают. Они хотят получить обратную связь. Они хотят поделиться эмоциями, которые получили от этой книги. Трилогия закончена. Что дальше? Прямо сейчас я пишу четвертый роман. Он называется «Медаль благородных». В центре действия спортсмен и женщина-коуч-психолог. Она же блогер. Он в Минске, она в Москве. История начинается с того, что он уверен, что у него есть все поводы ее ненавидеть и вывести на чистую воду. Интересная идея. Мы желаем тебе удачи. Обязательно закончим. Пока не рассказывай. Не рассказывай дальше. А твой муж, Валерий, он не переживает, что ты вообще ушла из семьи в литературу, понимаешь? Так, я же не ушла. А как же музыка? На самом деле я совмещаю и музыку. Вот я пишу с шести, например, до девяти утра. Потому что с девяти, как и у тебя, у меня начинаются звонки и сообщения. И я начинаю организовывать концерты. Более того, я начала работать как режиссер больших концертов, фестивалей. Вот мы только что провели трехдневный фестиваль в белорусском старинном городке. И это все настолько заряжает меня, настолько напитывает новыми эмоциями, новыми сюжетами. А ведь что такое писатель или кто такой писатель? Это человек, во-первых, с богатым жизненным опытом. Это человек, который встречает удивительных людей. И какая еще профессия, как не продюсер, позволяет встретить огромное количество уникальных людей. Но твой муж еще и продюсер в проекте «Звездный путь». Абсолютно верно. И тоже ты там принимаешь участие? Да, я, конечно, ему помогаю. Что ты там делаешь сейчас, скажи? Ну, я помогаю. Я второй продюсер в его команде. Он первый, я второй продюсер. То есть решает он. Ну, решение, на самом деле, конечно, должен принимать он. Но мы их обсуждаем вместе, потому что... Ну, часто спорите? Вот бывает, что по проекту вы спорите. Вот, кстати, это тот единственный момент, когда мы спорим. Это проект «Звездный путь». Но благодаря такому спору у нас родилась новая музыкальная группа, которая уже выступает на белорусской эстраде. Группа «Сердца трех». Потому что когда мы увидели этих ребят на кастинге телепроекта «Звездный путь», на самом деле все три были потрясающие. Вот каждый из них был достоин того, чтобы стать солистом. И у нас пошли такие споры с Валерием. Мы вообще с ним не спорим. Вот мы 23 года женаты, но мы, наверное, ни разу не спорили с ним. Только по творчеству. «Звездный путь» разрушает семьи. Не говори. Да нет, он выводит на новый уровень. А, на новый уровень выводит отношения. Ну, слава богу. Да, и мы начали спорить. И он говорит, мы берем одного из троих. Надо только решить, кого. А я говорю, ну, скажи, кого ты выкинешь и лишишь шанса стать артистом? Они ведь достойны. Ах ты хитрый, а какой подход, да, сразу? А ты сам выкини кого-нибудь. Да, да, реши, кого ты лишишь шанса. А Валерий, он, на самом деле, очень благородный человек. И я знаю, что он не сможет этого сделать. Поэтому, да, я действительно... То есть ты давишь на... Ясно. Вот женщина. Это была небольшая манипуляция. Ох, небольшая. Вот по жизни таких манипуляций сколько встречается? Не одна. Ну, маленькая. Главное, чтобы во благо. Но, смотри, какой результат. Ребята стали финалистами телешоу «Звездный путь» и уже второй год работают на самых больших площадках нашей страны. Я с ними недавно выступал в Микошевичах. Абсолютно верно. На одно си. На дожинке, да. Поэтому молодцы, да. Антон. Да. Вот тебе не кажется, что как-то маловато музыки у нас сейчас? Мало. Как ты думаешь, кто бы сейчас взорвал бы этот танцпол? Я думаю, что ты бы это сделал персонально. Я? Конечно. Ты просишь, чтобы я спел? Да. Уволяю тебя. А кто еще просит? Да все. Кто еще уволяет, чтобы я спел? Да вся страна просит, Герман. Вся страна. Я пойду к вам на встречу. Для вас поет Герман Титов. Встречайте. Браво. 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 Не забывай, свечу. Только кончиками пальцев, чтобы шок остался. Завтра я улечу. Глупо цепляться за любовь, сражаться. Близо прогноз к нулю. На другом краю планеты, раненая летом. Пишешь мне, я люблю. Только все смывают волны барака и я. Я больше не хочу. Эти фальшивые жесты. Эти нечистые ноты. Ты снова встретишь кого-то. Ты снова встретишь кого-то. Ты встретишь кого-то. Мыслями в пустоту. Убираюсь постоянно. Голодая рана не заживет к утру. Были и забыли, словно не любили. Я больше не хочу. Эти фальшивые жесты. Эти нечистые ноты. Ты снова встретишь кого-то. Я больше не хочу. Мне больше не интересны. Твоей судьбы повороты. Ты снова встретишь кого-то. Дальше. Ты встретишь кого-то. Я больше не хочу. Эти фальшивые жесты. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное, премьера новой песни, но благодарю вас, благодарю, но я сообщаю о том, что время и стекло. Обратный отсчет, все вместе. Три, два, один, стоп! Ольга, оставляем в покое красивое пюре, миксер, который уже устал, просто устал. Друзья мои, дегустация после рекламы. Как бы не обжечься вот нашим участникам о колке замечания наших экспертов. Фруктовые йогурты «Звонко» собрали самые удивительные моменты лета. Они продлят солнечные дни, добавят ярких красок и тепла. Попробуем мгновение на вкус. На кухне важна и смелость. Если не уверен, просто сделайте вид, что это был ваш план с самого начала. Ну что, пора пробовать, что же сегодня у нас на тарелках. Это шоу «Народный повар». Приятного аппетита! Вы им все-таки пожелали этого, да? Ну тогда еще раз давайте. Приятного аппетита! Спасибо. Пожалуйста. Им всегда везет. Вот хорошо, что для меня всегда есть подарочек. Я бы мне всегда заботился партнер нашей программы. Это бабушкина крынка. С ней заботиться о своем здоровье, наслаждаться вкусом натуральных молочных продуктов просто. Йогурт без добавления сахара от бабушкиной крынки – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество вкуса и здоровье также. Сто процентно натуральные ингредиенты, полезные пробиотики, вкус без лишних калорий, здоровое питание с бабушкиной крынкой – это просто вкусно и полезно. А еще ищите рецепты участников в нашей группе в «Одноклассниках». Глядя на Андрея, я ожидала, что будет какое-то недовольство, потому что уже была первый раз. И по соли тоже я понимала, что мы дома не досаливаем всегда. Поэтому я боялась тоже, что будет у нас недосол. Интерес, что они скажут. И боязнь того, что им не понравится, наверное, вот как раз таки с тем, что не досалила. Вот прям четкое понимание того, что не досалила. Итак, наши эксперты уже готовы. Начнем. Андрей Абрамов. Так, Вера и Лолита, напомню вам, что мы оцениваем технологию приготовления, подачу, сервировку и, собственно, вкус. Помните, да? Вот. Значит, по сервировке подачи очень симпатично. Вопросов здесь у меня, в принципе, нет. За исключением того, что вот сырок положили, он весь так подплавился в том месте, где положили горячий. Вот. По поводу технологии приготовления. Мудрилек, конечно, вы там достаточно много. С картофельным пюре. Я думаю, в конце не буду отбирать хлеб у Антона. Он расскажет всем, как, что, чего и готовить. Вот. С маслом я там особых проблем не вижу. Оно там есть и вроде как даже достаточно. Вот. Вот. Хотя можно было бы больше класть его, не стесняться. Но от комочков вы так и не избавились. Они там такие четкие. Слава богу. Да. Мелкие, правда, но их очень много. И они прямо во рту всегда просто. Вот. А вот проблема с вкусом у вас очень серьезная. Причем она прослеживается во всех блюдах. Она ровная такая и сразу же понятная. Так вот, сегодня вы вообще не солили ничего. Можно даже так сказать. Кроме картошечки. Не, может и солили, но этого явно недостаточно. То есть вкуса отбивной из-за соли в первую очередь, хотя с специями тоже можно было бы поиграть, но я вижу, что у вас именно с этим и проблема. Вот. Явно недостаточно. А в грибах недостаточно всего. То есть там недостаточно и перца можно было чуть-чуть побольше, и соли, и чесночка можно было не стесняться. То есть там вообще такой спокойный, ровный вкус шпината шпината, и по большому счету, и все. У меня все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Олесь, как тебе? А мне, наоборот, очень понравились грибы. Очень понравилось то, что не было много соли. Я вообще люблю, ну, более здоровую, наверное, пищу. Может быть, не настолько она должна быть там соленой, перченой. Поэтому я отметила очень нежный вкус грибов. Поэтому мне как раз-таки грибы очень понравились. Ну, вот сыр, да, тоже, на мой взгляд, вот эти кусочки сыра, ломтики, они, наверное, лишние здесь были. Вот без них, наверное, было бы лучше. Что касается мяса, то же самое. Я отметила, что мясо нежное. Мне было достаточно в нем соли. Ну, пюре, может быть, хотелось бы чуть-чуть другой вкус в плане пюре. А вот мясо мне понравилось. Спасибо. Какой ты там хлеб собираешься у тебя отобрать, Антон? Я ему все отдам, если надо. Ты весь хлеб ему отдашь. Легко. Хорошо. Так, Вера и Лолита, начнем с ваших грибов. Да, сыр, который лежит как декор, сыр этот, это лишнее. Просто на горячем. Сами грибы, в них мало соли, именно в самих грибах. Потому что они пресны очень сильно. И сама рикотта, не сильно вы ее там солили. Это все пресно. Но когда ешь сыром, который сверху запекается, вот вроде что там начинает появляться какой-то вкус. Но мало соли. Вот в этом мало соли. По поводу отбивной, то там все хорошо. Мне там все хватило. И соли хватило, и кунжута есть, и корочка хрустящая. По отбивной у меня вообще нет вопросов никаких. Она такая домашняя, настоящая, классная. А в пюре, кажется, там мудрири, в два сита терли, что-то риф крупное, риф мелкое. Вы же сказали, без блендера. Все намного проще. А вы послушали его? Конечно. Он же повар. Все проще гораздо. У вас есть там самая необходимая вещь для пюре, это венчик у вас там лежит. Который вот для теста такой. Обычно ручной венчик, ручной. Никогда не делала венчик. Вы просто, вот у вас проблема в комочке из-за того, что ваша картошка подостыла. И вы ее протираете чем угодно. Она лево будет клеить для обоев, лево будут комочки. А когда вы прям вот горячую картошку слили, там воду слили, да, добавили там молоко хотите, ну больше сливочного масла, прямо в этой кастрюле начинаете, просто вот венчиком она ломается, и вы взбиваете руками в идеальное пюре вообще без комочков. Никогда не пробовала. Попробуйте, это очень просто. А вы не могли раньше это рассказать, Антон? А? Почему в конце вы рассказываете об этом все? А это в каждой передаче? Я вначале сказал, венчиком лучше не пользоваться. Блендером. Блендером, извините, да. Блендером не пользоваться. Ну молодцы, лучше что-нибудь, что блендером не стоит. Но то, что вы ее разделяли на два ковчика холодных. Ну, чтобы быстрее было. Да, она там подостыла. В этих ковчиках была разная фракция дырочек. У Лолиты было идеальное пюре. У вас там было чуть потолще, у вас там эти комочки мерзло. Потом вы соединили, все остыло. Вот вам комочки, пожалуйста. По вкусу пюре все хорошо, соли нормально. В этом плане по соли все хорошо, здесь соли очень мало. Соли спасает, но не в декоре. Спасибо большое. Не знаю, я просил с комочком, значит сделали для меня. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, впереди дегустация блюд второй команды. Но это после короткой рекламы. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Народный повар Воскресенье, телеканал ОНТ. И в ваших телевизорах самое горячее шоу о еде и самых простых, замечательных белорусах. Народный повар, пятый сезон, я Герман Титов. Да! Мы уже готовы дегустировать блюдо второй команды, правильно я понимаю? Приятного аппетита! Ну слава богу! Спасибо! А еще ищите рецепты участников в нашей группе в Одноклассниках. Вы знаете, я сразу знала свои недостатки. Где я не доработала и где я что-то либо не доделала. Я смотрела на лицо, я уже читала. Ой, это было страшно. Очень страшно. Когда ты смотришь на их лица, когда они просто режут, пробуют, и когда они вот убирают вот так, это очень страшно. Поэтому это было волнительно, что они так сделают или не делают. Это вообще эти баллы. Все было очень как-то запутанно. Я просто смотрела на это и думала, вот, у меня было очень страшно. Очень. Один момент, который я испытала, когда Андрей пробовал. Господи, думаю, как стыдно. Вот этот момент. У меня не было мысли, там, я выйду в финал или что-то. Я просто уже знала, что мне будет стыдно. И все. Андрей, вы спите? Я плачу. И вы расстроены? Я плачу. Я хочу знать ваше мнение. Пожалуйста, Андрей Абрамов. Девочки, спасибо за смелость, как говорится, что вы нас посетили. Но параметры, по которым мы определяем, вы знаете. Соответственно, по сервировке опять-таки тоже так же начну. Не надо класть так много. Вы просто заняли все пространство тарелки. И даже ее вес тяжело поднять. Вот до такой степени много наложили. Дальше по поводу технологии приготовления. Ну, это вообще не пюре. То есть вы взбили картофель, комочки там размером, наверное, со спичечный коробок. Вот, вкуса вообще никакого. Такое чувство, что вы его делали из порошка. Хотя на самом деле вы картофель чистили, мы это все видели. Но вкус именно получился такой. Значит, по поводу отбивной курицы. Ну, во-первых, вы ее не доготовили. Во-вторых, опять та же история. Зачем такой огромный кусок? Дальше уже в третьих, в четвертых, в пятых, там я уже заблудился, вы его не отбили. Соответственно, его структура, а так как еще и не доготовленный, ну, его даже неприятно кушать. То есть там ни о чем вообще. Вот, чтобы четко критику воспринимаете хорошо, я думаю, вы, если сделаете выводы, в следующий раз вы такого не сделаете. Перейдем к грибочкам. Очень постный гриб, сам по себе. Вы, наверное, вообще его не солили. И то, что вы сделали заправку, да, фаршированный гриб, ну, там явно вы со шпинатом переборщили. Вот. А вкус, честно вам скажу, я даже не раскрыл. Я его и так, и с той стороны. Вроде и посоли, вроде и спец. Но там столько шпината, только им и отдают. И по большому счету, это не соленый гриб с перемолотым шпинатом. Все. Понимаете, да? Понимаю. Акцент лучше. Вот так. Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Спасибо. Очень приятно. Но это ваше мнение, это мнение нашего эксперта. Пожалуйста, Олеся, все ли так плохо у наших участников, как говорит Андрей? Ну, я не буду говорить плохо или хорошо, я скажу про свои субъективные ощущения и вкусы. А в грибах для меня вот этот соус, начинка, она была слишком мелко смолота, что ли. То есть я не почувствовала здесь ни шпината, ни рикотты, да. То есть оно как-то превратилось в общую массу для меня. По соли мне всего здесь хватило, да. А что касается пюре, то, к сожалению, были не просто комочки, а были кусочки. Мы старались для ведущих. И я не очень люблю пюре, сделанное, приготовленное при помощи блендера. Тут я абсолютно согласна с вашим шеф-поваром, что все-таки пюре — это не блендер. А в отбивной даже мне немножко не хватило соли. Но в целом отбивная, она сочная, да. У меня все. Все, спасибо. Спасибо, Олеся, спасибо. Хоть немножко. Ну, человек-улыбка нашего проекта. Пожалуйста. Итак, Ольга и Валерия. Плодок грибов. Я начну с них. Хорошо. Да, то, что вы перебили и рикотты, и шпинат вместе, ну да, вы там их посолили, но вкуса, вот там все смешалось. Нет такого вот каких-то вкусов, которые и так играют, потом шпинат играет, рикотта играет. Все вместе. Но есть один плюс. Там соли хорошо. Ну, ни много, ни мало. Там вот в грибах хорошо соли. В этой вашей начинке соли нормально. Но вкуса все равно там нет. Там не нужно было перебивать. Нужно было лучше перемешать, чтобы у нас были разные вкусы. И было интересно это пробовать дальше. А так вот на этом останавливаешься. Ну, не хочется дальше пробовать, к сожалению. По поводу вашего блюда горячего. Опять-таки соли везде нормально. Все в меру. В этом у вас видно, что рука набита. Знаете, там за полчаса там и суп, и горячее там приготовить, как говорите, там и сапог расстегиваете. Это все на плиту. Это видно по размерам порции, что прям у вас задача накормить. Но мы тут уже как бы не все мы уже голодные. Можно было сделать порцию меньше. По поводу пюре. Ну, блендер это ужасно. Вы выделяете крахмал из него, и у нас получается вот еще полминутки, и можно было обой переклеить где-нибудь. Вот честно, это был бы такой хороший обойный клей. Держались бы годами. Комочки большие. Перебивали, значит, уже не сильно горячее пюре. Картофель не сильно был горячий, уже он подостыл. Нельзя так. Вот лучше венчиком попробуйте. Да, да. По поводу курицы. Я сказал, что соль это нормально у меня. Она у меня была не сырая, у меня был самый тонкий кусочек, хотя тоже не отбит. Просто видно, что просто отрезали. Но есть вопрос. Само блюдо называется отбивная из куриного филе с кунжутом. Где кунжут? Кунжут. Вот стоит. А, все. Тогда все есть. Все на месте. Все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Антон. Ну, на самом деле, попробуйте еще ложечку. Вот оцените. Может быть, поменяется как-то. Вот есть время еще подумать. А пока я приглашаю к нам фольк-группу «Славянские ритмы». Дев я не ехала, Дев я не шла я, Чтоб я мамка не тяховала. Дев я не ехала, Дев я не шла я, Чтоб я татка не тяховала. Дев я не ехала, Чтоб была веселой хана, Чтоб была веселой хана. Дев я не ехала, Чтоб была веселой хана, Чтоб была веселой хана. Да-а-а-а! Да-а-а-а, я вам вороты не тяховала Тяхую вам вороты, где стояли хлопцы ротой, где стояли хлопцы ротой Дев я не ехала, дев я не шла, я вам в тополе не тяховала Тяхую вам в тополе, нагулялась я до воли, нагулялась я до воли Тяхую вам в тополе, нагулялась я до воли, нагулялась я до воли Ух, славянские ритмы у нас в гостях, спасибо Итак, друзья, давайте наконец узнаем, какие же оценки выставили наши эксперты Итак, команда Вера и Лолита Андрей, ваша оценка 60 Олеся, 75 Антон, 65 И общее количество 200, ровно 200 Ольга и Валерия Оценки экспертов Андрей, 30 Олеся, 60 И Антон, 50 Общее количество 140 баллов Ну что, в сегодняшней битве побеждаете вы, не улыбайтесь, бабушка за вас радуется, вот это я понимаю Молодцы, но вы тоже не расстраивайтесь, есть возможность попасть в следующий тур Именно в следующий тур пройдут 16 сильнейших команд Абсолютно в любом шоу есть победители и проигравшие, но в нашем еще и подарки от наших партнеров Техника лучшего белорусского бренда Гефест Моя самая любимая молочная продукция от бабушкиной крыльки Средства для уборки от компании Бархим И лучшие классные сковородки от телеканала ОНТ Каждому из участников Спасибо огромное вам за эмоции За то, что побыли сегодня с нами И тебе, наш дорогой зритель За то, что это воскресенье ты посвятил нам Приходите к нам, заполняйте заявки Помните, что мы набираем еще новых участников на пятый сезон А также приходите ко мне на сольный концерт Он будет уже в ноябре Жду всех Ну что, на этом с вами прощаемся, друзья Всем пока, увидимся Это самое вкусное шоу на ОНТ Народный повар Шеф-повар из народа Давай устроим шоу Шеф-повар из народа Все будет хорошо Шеф-повар из народа Мой день провели исключительно Эмоции переполняют Положительные, только положительные эмоции Все понравилось, все очень классно Вообще здесь такая обстановка дружественная Что ходить не хочется Еще хочется к вам приезжать и приезжать и приезжать У меня положительные эмоции Потому что я, наверное, первый раз только на таком шоу Это было очень классно Это было очень замечательное воспоминание То есть осталось все самое хорошее Ребята, программа супер Народный повар Приходите и участвуйте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова